Лихие 90-е Беззаботная, счастливая А у кого-то не очень, но все-таки детство Огромные рынки Сраные шмотки Непонятные жвачки Напитки, игры, приставки Куча-куча всего, что подарило нам это прекрасное время На эту тему можно говорить бесконечно долго Кто рос в это время, тот поймет Как же, господи, оно было прекрасно И вот я хотел бы остановиться на целом отдельном жанре Эпохи Которая пришла в дома обычных простых постсоветских людей Это магнитные кассетные плееры VHS Кассетный аналоговый аппарат Наклонно-строчной видеозаписи Разработанной японской компанией GVC И выпущенной в 1976 году До нас они дошли уже где-то в середине 80-х Ну, в общем-то, это время было прекрасным Оно частично отличалось от того, что вещало нам телевидение И хоть я был мелким пиздюком Я смотрел в основном спокойную ночь малышей и какие-нибудь улицы разбитых фонарей То с появлением кассет появились и западные фильмы Которые, естественно, не могли не радовать глаз Такие, например, как Терминатор Красный дракон Смертельная битва Двойник Рэмбо И это только малая часть Конечно, в силу возраста я смотрел что-то детское Ну, тех же Том и Джерри, например Смотрел Историю игрушек Фильм про мышонка Стюарт Литтл Один дома И разные подобные детские кинофильмы Помню, как-то у друга часто включали и смотрели фильм про больших нянек Угарная, конечно, была комедия Также еще был Джим Керри Со своими поисками домашних животных Типа Эйс Вентура Маска Помню, лучший человек-паук У него была огромная популярность Я думаю, многие понимают не понаслышке о этих фильмах Они вызывают только приятные эмоции Сейчас же в современном мире, где вся аналоговость пропала И слышны только квантовые счеты дизеринга То есть цифровой шум Это уже не так, чтобы впечатляет Я не знаю, что должны снять режиссеры, чтобы нынешний зумерок был в восторге А раньше мне вполне хватало вот этого всего аналогового Была еще целая вселенная каналов Конечно же, как Nickelodeon, Jetix, на которых была куча приятных проектов Хоть и забытых временем Я сдул пыль со своего старого видика и включил его Головки так же справно крутились, как и 18 лет тому назад Вот я поперебирал старые кассетки и нашел старые записи Тех же мультиков с этих каналов И блин, как же я был счастлив просто окунуться в эту атмосферу Именно этим настоящим аналоговым способом Со своего видика С этим ленточным шумом Диффузиями, искажениями, пичами звука На цифре все это бы потеряло свой естественный шарм А так я окунулся именно в этот настоящий аналоговый процесс И он привел меня в восторг Я думаю, многие тоже испытывают это Когда слушают или смотрят старенькие кассеты Либо диски на виниле Это тактильность, ощущение присутствия, осязание в конце концов Человеческое чувство одно из между прочим То, что вы никогда не получите, слушая музыку и смотря в фильме В цифровом формате на разных сайтах И я думаю, этот процесс дорогого стоит Да, что там, даже просмотр диска с фильмом У меня вызывает больше восторг, чем скачка Его же сторонта, пусть и с отличным качеством HD 4K, Blu-ray Не важно, аналоговость и осязаемость Это восхитительно Еще раз повторюсь И оно выигрывает У сайтов Это намного приятнее, эти эмоции, ярче краски, ощущения В общем-то, это так и работает Оно кажется тебе все на многим лучше Может в будущем мы будем когда-нибудь летать на дронах И смотреть видео через особенные голограммы, встроенные в наши глаза Но тот самый кайф в ощущении, в осязании ленты, запахи ее в конце концов Кстати, VHS имеет почему-то довольно приятный запах из коробки Поэтому цените то, что имеете И не выбрасывайте их на помойку Ну а с вами был Дмитрий Лаяс Цените, любите кассеты VHS, так как это целая эпоха До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok